Доброго здоровья, с вами снова я. И сейчас я вам зачитаю историю, которая мне тоже понравилась. А возможно и кому-то из вас. И... начну? Хочу предложить историю для рассмотрения и комментирования Русланом. Довелось мне однажды работать в Доминиканской республике. В конце прошлого века. По приезду в Пуэрто-Плату пришлось вживаться в местную структуру пространства. Это оказалось не очень простым и небыстрым процессом. Первый месяц все ночи напролет снились сны чрезвычайно насыщенные. Как энергетически, так и эмоционально. Я интенсивно учил испанский и выстраивал отношения с людьми. Начал замечать, что у некоторых местных жителей, особенно черной части населения, вызываю некоторые неприятия и недоверия. Особенно ярко проявляла себя негритянская жена моего работодателя и руководителя проекта. Далее произошла следующая история. Во сне вижу женщину, которая привела ко мне двух своих дочек и просит о помощи. Девочки, одна лет семи и другая лет тринадцати, выглядели плохо. Безжизненные бледные глаза и потухшие. Женщина говорит, что никто не может помочь и не понимает причин происходящего. Говорит, вас порекомендовали, помогите. Я долго отказывался, но в итоге уступил. Однако сказал, что только выясню причины и ничего делать не буду. Лег на кушетку, расслабился, закрыл глаза, настроился на проблему этих девочек и начал быстро двигаться, как бы по каналу или по следу, который ввел к источнику их проблем. Двигался очень быстро. Под конец почти летел и с разгону влетел в какую-то пещеру, в которой сидели два негра и варили чего-то в котелке. Они на меня обернулись и сразу поняли, по какому я здесь поводу. А я понял сразу, что это они являются источниками проблем этих девочек. Я не собирался влезать ни в какие разборки, но было поздно. Это как если вбежать в парадную, где гопники сидят. Бежать было бесполезно. Они на меня набросились. И я инстинктивно, собрав все силы, развернул из живота плотную сферу. Усилие потребовалось колоссальное. Пупок почти, казалось, развязался. Их разметало во все стороны на куски. Я тут же проснулся. Отношения с местным населением продолжали ухудшаться. На следующий день во сне снова пришла эта женщина. Девочки просто расцвели. Была куча благодарностей. Однако это сильно повредило моему положению на острове. Жена моего шефа устроила истерику. И потребовала выселить меня из квартиры, которую тот мне предоставил. Я снял другую квартиру на берегу океана. И стал думать о том, как урегулировать отношения с островитянами. Мне потребовалось примерно неделя. Каждый вечер, когда темнело, я шел на берег и начинал разговаривать с владыками острова, вышестоящими вудуистскими духами, над этими негритянскими парнями. С которыми мне невольно пришлось схлестнуться. Я с чувством объяснял им, что не собираюсь с ними конфликтовать и воевать. Что я здесь только по работе и не причиню им вреда. Что конфликт произошел вынуждена. Через неделю все стало налаживаться. Я проработал два года без каких-либо проблем. Жена шефа также успокоилась и нормально со мной общалась впоследствии. Хочу особо подчеркнуть, что несмотря на бурную и агрессивную ситуацию и самозащиту, это не формирует как чувство вины по отношению к пострадавшим, так и какой-либо негативной кармы. Мои ощущения такие. Может быть, Руслан, проясни тонкости этой стороны ситуации. Спасибо. Да, то, что вам кажется очень хорошо, что не формирует чувство вины по отношению к пострадавшим, так и какой-либо негативной кармы. Но это с вашей сегодняшней точки зрения кармы не формирует, но формирует последствия. Да, вы вынуждены были действовать так, как умели, как поняли, на что были способны. Но вы же ранее занимались Айкидо, хоть и очень мало, но все же. Вас притянуло к этому виду восточных единоборств только потому, что вы начали изучать новые принципы взаимодействия даже с теми, кто на вас нападает. И вы еще пока не успели вспомнить эти принципы, чтобы их применить в том отражении, в котором вы оказались, отражении силы или отражении агрессии или воздействия на вас, буквально нападение. И если вы помните, если вы достаточно, хотя, это первое соприкосновение с этим видом единоборств, которое в дальнейшем может в вас разворачиваться и применяться как физически, так и энергетически, то есть в других ваших телах, как способ отражения любой агрессии. Хотя это временная ступенька, после которой вы обнаружите еще более качественные подходы к взаимодействию с агрессивными или примитивными людьми или существами. Вы спросите, а как мы здесь можно было еще повести? Подсказка. позволить или здесь нет, здесь несколько есть видов. Пропустить их сквозь себя, пропускать, уклоняться, уходить, уворачиваться, выворачиваться от любых, насколько вы можете уворачиваться от их. То есть стараться свои силы применять на уход от них, насколько это будет возможно и даже кажется, когда, если невозможно, искать выходы из этой ситуации, но как способ уйти, вывернуться. от их, от любых их действий или усилий против вас. Другой способ, еще более качественный, до него еще надо созреть, это позволить произойти всему тому, что они пытались с вами сделать в виде наблюдателя. Вы позволяете и когда они заканчивают, вы решаете, потому что ваше Я, вы не исчезаете из той ситуации, даже я вам скажу, всем скажу, в каком бы вы теле ни находились, физическим, астральным, эфирным или других, вы, если хотите, вы сохраняете себя там, даже если вас в физическое тело убивают, вы там остаетесь и вы продолжаете решать, что дальше делать. Это особый вид взаимодействия, взаимодействие, потому что любое взаимодействие или любое воздействие на нас просто так не происходит. На то есть причины. И обычно это кармические причины. Таким способом вы раз отрабатываете свою прошлую карму, два, а вот дальше, дальше тоже происходит выбор, что с ними делать. Ведь даже если вы умираете или вас могут ранить, вы можете или вы просто оказываетесь в лежачем положении, может быть, даже без смерти и без ранения, то есть те, которые хотели на вас оказать воздействие, хотели самое главное вас уронить или обездвижить, им этого хватало. Может быть ранить, может быть убить, а может быть просто положить или им казалось, что они сделали, оказали на вас воздействие, то есть вы лежите. Этого достаточно, чтобы, например, выйти из тела и оттуда произвести коррекцию или оттуда произвести действие по отношению к себе или по отношению к этим нападающим оттуда больше возможности чем отсюда и это как раз самый минимум потому что действие на физическом плане порождают физическую карму действие на эфирном плане или остальным порождают астральную карму также на эфирном эфирную карму . в каждом теле у нас есть свои виды карм или последствий или бумерангов наших действий или вот этих узлов которые мы завязываем либо развязываем либо и другие варианты можно было бы вот что сделать явиться перед ними виде привидения или даже если они поклонники или сторонники вудуисткой или проект практикуют воду или являются мастерами магии воду даже если так то можно выйти в то тело в которым даже находясь в астральном в астральном теле можно позволить им сделать с вашим астральным телом ну что они хотят то есть расслабиться и переформатироваться всплыть другое тело в более чуть более высокое и из того тела решить что с ними делать например можно из более высокого тела увидеть страхи их самих и преобразоваться в того кого они боятся больше всего и явиться перед ними в этом образе таким образом вы их так напугаете что они скорее всего либо описываются либо там попадают а либо хотя здесь варианты разные либо просто сбегут оттуда и будут бояться а чего будет бояться может быть вас может быть того что они делали может быть кто-то из них наконец начнется справляться со своим страхом то есть вы просто очередной урок преподнесете им или то что им рано или поздно и так а должно прийти то есть борьба со своими страхами должно и должен явиться так вот вы можете просто быть инструментом их урок который может быть должен произойти в будущем но который вы просто ускорили то есть вы мы можем ускорять карму тех у нас нападает мы можем повышать свои частоты вибрации в любых ситуациях хотя еще один способ преобразоваться ситуацию это сесть в позу лотоса да такую символическую позу глубокой медитации но то что я говорю это нет возможно покажется слабостью или беспомощностью или вообще не выходом из ситуации то есть для тех кто привык бороться кто привык драться кто привык давать прямой отпор ну для каждого свои стадии познания взаимодействия и их последствий я пришел к этому и подтверждаю и когда я пытаюсь сползти на более примитивные способы отражения или взаимодействия с людьми или существами то у меня начинает возникать волнение страх то есть значит я спускаюсь это означает что это уже не мой уровень и далеко не мой уровень спускаться на столь примитивные действия как дать сдачи человеку физически например потому что я уже до этой жизни начал применять другие принципы взаимодействия с теми кто является агрессором по отношению ко мне или к другим то есть можно корректировать любые ситуации на уровне не физическом от чуть-чуть приподнятым над физикой на эфирном элементальном или кто на какой способен если вы конечно умеете это или хотя бы начинаете учиться этому хотя то что я объясняю для некоторых может быть непонятно или но это зависит от степени развития или степени этапа совершенствования человека потому что человек животного принципа конечно бы дрался дрался физически или дрался астральный а дрался в том теле в каких телах на него нападает и какой он имеет но это это конечно оно и понятно то есть если вы идете снизу то есть состояние животных и совершенствуете раза только учитесь познаете новые принципы или еще не за их не знаете вы действуете так как умеете так как можете так как вам показывают так как вам вас учат или точнее чему вы сами хотите учиться то вы и находите в этом или любых других мира каждого у каждого свой этап и на расстоянии своего количества жизни он постигает новые когда уже хочет чего то нового или когда надоедает действовать или пожинать одни и те же плоды или последствия своих действий и крутится в одних и тех же мирах или повторять одну и ту же жизнь только может быть с маленькими отличиями да мы уроки проходим часто одни и те же обычно не одну жизнь а выучиваться один урок бывает за десяток жизней бывает меньше бывает больше даже а бывает проходим несколько уроков за одну жизнь но в основном это бывает тогда когда уже прошли эти уроки или соприкоснулись с ними и уже сдали экзамены то прохождение в новой жизни по одним и тем же уроком проходит очень быстро незаметно и даже в касательным в касательным очень касательно я бы сказал так но по этой истории это всего лишь мой взгляд как бы я возможно бы действовал но я не могу гарантировать потому что когда наступает ситуация я сам бывает еще доучиваю некоторые уроки или экспериментирую поэтому я всего лишь преподнес вам некоторые новые способы взаимодействия с агрессивными или неприятными ситуациями на этом все если у вас есть свои интересные истории вы можете их описывать если у вас к ним вопрос есть вы можете их задавать если хотите чтобы они прозвучали на большую аудиторию чем можете вы например сделать или вам интересны или нужны мои ответы на этом все до следующих встреч